Интерес к нашему кино за рубежом. Становится ли отечественный кинематограф прибыльным производством? Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Сегодня мы продолжаем говорить о нашем кино. Тем более на связи со студией профессиональный актер, продюсер, выпускник в ГИКа, наш человек в Большом кинематографе, батайчанин Александр Сибирцев. Александр, и вновь здравствуйте. Да, всем еще раз добрый день. Сегодня мы продолжим наш диалог. Я надеюсь, все будет так же интересно и продуктивно. Вот в прошлой программе мы начали анализировать рентабельность отечественного кино. Наши фильмы, средние и крупные проекты, зависят от госденег. Об этом часто говорят. И вот здесь я хочу, чтобы вы дали такую небольшую аналитику. В последние годы ситуация как-то меняется в сторону того, что больше приходит частных инвестиций и меньше государственных. Ну, до ситуации 2020 года ситуация, конечно, менялась в положительную динамику, но потому что кино в последнее время, цифры, которые показывали ведущие кинематографисты, да и не только, говорили о том, что если делать продукт действительно интересным для зрителя и нащупывать то, что будет смотрибельно у нас, то на этом можно зарабатывать, и это как бы не деньги, выброшенные впустую. Поэтому, конечно, инвестиции приходили, и появлялись здесь постоянные инвесторы, появлялись меценаты, которые готовы были посмотреть на это чуть-чуть с другой стороны. И, соответственно, и государство разворачивалось в сторону кинематографа, скажем так, с более доверительной стороны, не боясь, что деньги, которые они дадут, они как бы не боясь обратно. Или то, что кино дадет до зрителям. А 2020 год, к сожалению, сказался, конечно, по-другому. Он немножко отпугнул инвесторов, но он отпугнул не только в кинематографе, но и во многих других сферах бизнеса, потому что возможность показа фильмов сейчас ограничена, и поэтому пока что в интернет-платформы народ пока не понимает, как это сильно многое приносит денег, поэтому немножечко отстранились. Поэтому чуть-чуть сложнее стало. Но в целом, как бы динамика, когда рынок восстановится, динамика будет идти дальше положительно в частный бизнес, конечно. Должна, по крайней мере, идти, так как мы делаем продюсерское кино по аналогу того, что делают в Голливуде. Ну, как я понимаю, 2020 год отпугнул всех инвесторов и частных, и государственных, но я больше сейчас хочу поговорить о государстве. Вот насколько наш кинематограф заинтересован именно больше в государственных инвестициях, а не в частных? Ну, тут очень сильно зависит от жанра, от кино, которое снимается, потому что государственные деньги, они субсидируют не все фильмы, а у государства есть определенная программа на проект, в которой государство готово выделять деньги. Если фильм, который собирается снимать режиссер и продюсер, если они не входят в список предложенных тем, соответственно, то фильм, скорее всего, не получит какую-то поддержку или получит какую-то минимальную. Поэтому есть проекты, которые, в принципе, изначально понимаются, что они не будут сниматься за государственные деньги. Также у государства тоже есть несколько программ. То есть государство выступает как субсидатор, который дает деньги, также государство выступает как кредиторно, беспроцентно. То есть фонд кино выделяет деньги, которые нужно будет обязательно вернуть. И тут уже государство получает то, что вложило обратно. И очень важно, конечно, что проекты, которые вкладывались, они были прибыльными, чтобы люди могли вернуть спокойно деньги и снимать дальше кино. Поэтому пока что на данный момент ситуация на рынке такая, что сложно обойтись без государственных инвестиций, потому что сфера очень рискованная, бизнес очень боится в кино заходить. Понимаю, что они видят статистику окупаемости и пока что боятся заходить. Но в целом, я думаю, что дальше будет все идти лучше. По крайней мере, динамика увеличения количества экранов в стране тоже сказывается об этом. То есть у нас появились интернет-платформы, это дополнительные экраны. Также плюс увеличится в дальнейшем по программе государственной количество кинозалов и киноэкранов, что тоже, соответственно, станет плюсом в общем доходе кино. Ну, я к чему клоню. Вот участие государства как сильно влияет именно на творческую составляющую и портит ли оно ее, вот прямо спрошу. То есть это хорошо, когда государство туда заходит? Понятно, что это деньги, это хорошая страховка. Но вот как сильно государство влияет на сценарий, на то, кто будет режиссером, то есть на качественную творческую составляющую? Как вы оцениваете влияние государства? Государство на творческую составляющую не влияет совсем. То есть тут вопрос просто другой, что подходит ли этот конкретный фильм и эти исполнители в те категории, на которые государство выделяет деньги. Если подходит, то государство готово давать бюджеты и даже те, условно говоря, я понимаю, о чем вы говорите, что есть фильмы, есть режиссеры, которые, возможно, не везде все поддерживают, да, и вызывают какой-то резонанс и кино, которое они снимают. Но при этом государство выступает как объект, условно, который поддерживает и независимое мнение. Очень часто там об этом не говорится, но сейчас снимается какие-то небольшие авторские фильмы, которые тоже выступают в поддержке государства. То скорее вопрос другой, что для чего этот фильм рассчитан, то есть на какой прокат, на какого зрителя, на какую аудиторию он рассчитан и, соответственно, подходит ли конкретный сценарий, конкретный продукт под ту программу, которая поддерживается государством. Если он подходит, то государство деньги даст. Дальше они уже не будут говорить о том, что... То есть у нас нет такого комитета, который был в Советском Союзе, который отсматривал кино после того, как его сделали, и говорил, так, это да, это нет, здесь вырезайте, здесь меняйте. Такого нет, но предельно все понимают, что если ты говоришь, если ты снимаешь фильмы на государственные деньги, то, соответственно, нельзя как бы человек, ну, как бы объект, который тебе финансирование дает, нельзя его как бы сильно ругать. Вот, условно говоря, зачем тогда это? Это касается не только государства, но и любого бизнеса, любой сферы. Очень часто в последние годы слышал такую мысль, что нужно как можно больше искать именно частные инвестиции. И вот в связи с этим у меня вопрос. Вот сегодня, ну вот до пандемии, там, может, 18-19 год, реально ли снять средний или крупный фильм по бюджету без госучастия именно в России? Насчет крупный я тут вам сказать не могу, просто понятие крупное, оно очень разное, и часто, когда проекты действительно большие у нас, это проекты-события, и проекты-события очень часто, они как-то связаны с государственной деятельностью, и государство всегда выступает как поддержка, не только государством, но и центральной телевидением, потому что телевидение выступает как рычаг продвижения этого всего, государства, как один из создателей с точки зрения финансов. Вот. В зависимости от бюджета, от того, что с этим фильмом, потому что если фильм какой-то среднебюджетный, допустим, то его возможно снять за полностью частные деньги либо деньги какого-то фонда, не привлекая основных государственных инвестиций. И окупить его тоже возможно. Конечно, если фильм большой, то есть тут уже подключаются государственные источники, и тут очень сложно обойти стороной, ну потому что очень сложно, помимо того, что ты вкладываешь деньги в создание картины, еще огромный бюджет довольно-таки вкладывается, порядка 30% от бюджета фильма вкладывается в маркетинг. В то, чтобы об этом фильме узнали, соответственно, у него пошли. Поэтому бюджет, соответственно, кратно еще увеличивается, и если мы берем именно большие фильмы какие-то с высокими бюджетами, будь то, допустим, движение вверх, либо что-то такое, то они, конечно, все снимаются с какой-то частичной поддержкой хотя бы фонда ГИТО. Все, что касается поменьше, все, что там с бюджетами до 150 миллионов. Вот пример, можно какой-то именно в сумме привести? Вот от какой суммы уже обязательно будет госучастие, потому что частные инвесторы это не потянут. Вот какой-то пример. Может, вот очень крупный проект, вы в нем участвовали, например, «София» на одном из федеральном канале, исторический. Там, естественно, было государственное участие. Но вот какой-то пример, когда частные инвестиции, в принципе, покрывают расходы на картину? Есть не такие большие проекты, которые, допустим, Михаил Сегал снимает свои фильмы. Вот у него были там рассказы, к примеру, или кино про Алексеева. У него был фильм замечательный. У них небольшой бюджет, и они как бы все снимались на частные деньги, на частные инвестиции. И они потом как бы собирали деньги. Кто-то окупался, какой-то из них окупался, какой-то не окупался. Но суть в том, что там как бы государство в этих фильмах не участвовало. Если говорить про цифры, то тут порог, наверное... Просто если цифры очень большие, тут, наверное, будет понимание на российском кинорынте, что, скорее всего, это будет меценатство. То есть частный инвестор может вложить деньги, но он уже не будет верить в то, что они, скажем так, вернутся. Если просто ему тема интересная, понимает, что эта тема будет полезна для людей, то он может это сделать. А если конкретно про инвестиции, которые окупаются конкретно, то фильмы, то это, скорее всего, какие-нибудь кинокомедии, на которые люди ходят, и они будут не выходить за рамки 120-150 миллионов рублей. Тогда это реально при помощи потом проката. Телевидение в кино и кино на телевидении. Вот крупнейшие федеральные телеканалы стали больше снимать художественных фильмов в последние 5-7 лет. И, к слову, Константин Эрнст, один из крупнейших медиа-менеджеров, всегда интересовался кинематографом. И в середине 90-х, я знаю, чуть не бросил телевидение из-за него. Вот телевизионное производство кино делает наши фильмы рентабельнее? И насколько, если делает? Ну, это, как правило, ко-продукции. А телевизионное производство кино делает наши фильмы рентабельнее с точки зрения рекламы, безусловно. Это большой рычаг информационный, который позволяет привлечь аудиторию в кинотеатры и на кинопоказы. Телевидение, так же, как и онлайн-платформы, это как бы, ну, телевидение, скажем так, онлайн-платформы берут с телевидения некие вот такие стандарты приманивания к себе аудитории. То есть создание индивидуального, эксклюзивного контента, конечно, привлекает все новых и новых зрителей или позволяет быть конкурентноспособным. Поэтому, именно поэтому телеканалы начали делать свои какие-то уникальные продукты, свои проекты, которые позволяют им оставаться в лидерах. Соответственно, чаще всего телеканалы, они не снимают сами, они выступают как некими сопродюсерами, которые скорее привлекут аудиторию а с точки зрения маркетинга, чтобы о фильме узнали, и б, потом этот фильм покажет в эксклюзивном формате на своем телеканале, привлекая к себе аудиторию, которая не сходила в кинотеатр. Вот в таком формате, в такой коллаборации сотрудничество выступает телевидение вместе с кинематографом, и, конечно, фильм, у которого есть поддержка телеканала какого-либо, или есть возможность купить рекламу на телеканале, это, конечно, фильм сразу выигрышный относительно другого. Александр, благодарю за интересную беседу. Желаем вам содержательных театральных и киноработ. И знаю, к одной из театральных работ, проектов вы сейчас готовитесь, поэтому желаем вам успеха и вдохновения. Спасибо большое вам за то, что пригласили. Желаю развития танскому кинематографу, моему родному, чтобы все развивалось и все было очень классно. Увидимся в театре и в кино. Кино – это всегда выход из положения. Там каждый о чем-то может помечтать, так говорил Ремарк. О том, кому стоит пробовать себя на театральных и киноподмостках, все ли возрасты покорны для этого, с чего сегодня начинать свой профессиональный актерский путь. Поговорим в следующих программах. Это доступно на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»